когда мы умираем наша душа покидает тело и отправляется в путешествие у этого путешествия много стадий начала этой проповеди я хочу посвятить первой стадии путешествия нашей души и это когда она спускается в могилу для того чтобы снова воссоединиться с телом твоя душа присутствует на твоем погребение она смотрит на тело положенное на землю готовая к захоронению то есть ты видишь все это ты слышишь это чувствуешь и когда люди кладут твое тело в могилу душа спускается за ним в могилу чтобы вернуться обратно в твое тело затем те кого ты любишь друзья участвующие в твоем погребении начинают поднимать землю и своими руками бросать ее в могилу прямо на тебя ты чувствуешь как земля падает на тебя они будут продолжать ее бросать пока полностью не покроют тебя так ты будешь лежать в могиле покрытый землей ты будешь в сознании ты будешь жив разумеется не физически твоя душа будет жива и ты будешь чувствовать все затем после того как твоя семья прочитает дуа скажет пару хороших слов про тебя они все уйдут они покинут тебя ты будешь слышать топот их шагов как описал пророк миром и благословение аллах и удаляющийся звук их шагов а ты останешься в могиле один темнота тишина что же случится потом к тебе заходят два ангелы монкер и накир и задают тебе три вопросы возможно это будут три самых важных вопросов твоей судьбе на которые ты должен будешь дать три самых важных ответы они спросят каков твой день переводе каков твой образ жизни или религии кто твой пророк и кто твой господь не обязательно в таком порядке но вот те три вопросы если ты верно ответишь на эти вопросы на все три то твое пребывание в могиле будет спокойным ты будешь пребывать в мире в наслаждениях до самого судного дня пока ангел не падают в рог и мы не поднимемся из наших могил но если ты ответишь неверно на все три вопросы то твое пребывание в могиле будет настоящим ужасом поэтому мы должны ответить на них верно но здесь одна большая проблема многие из нас наверное скажут у меня все в порядке я ведь мусульманин я знаю ответы на эти вопросы я отвечу на них верно но это неправильно не стоит быть слишком уверенным в себе потому что как говорит множество ученых ответы будут даваться не твоим языком ответы будут даваться не твоим мозгом а твоим сердцем то что будет в твоем сердце выйдет наружу в тот момент поэтому если ты проживаешь свою жизнь не молясь не соблюдая каноны ислама не стремясь понять куран в меру своих способностей если ты проведешь жизнь таким образом не стремясь быть мусульманином настоящим мусульманином не стремясь практиковать ислам то значит в твоем сердце на самом деле не было ислама мы должны быть уверены что стараемся повторяюсь в меру наших сил я не говорю про идеальное исследование как следует ученые я не говорю что мы все должны быть подобны пророкам и рамы благословения нет но мы должны стремиться к этому тогда в тот день когда ангелы посетят нас и зададут те три вопроса мы сможем ответить тем что хранят наши сердца мы сможем дать правильные ответы они ответы связанные с чем-то другим помимо всевышнего аллаха мы должны быть уверены что ислам в наших сердцах не только на языке не только в памяти